Любовь и крылья вознеси в отчизну пламени и слова. Под таким девизом прошел и литературно-музыкальный вечер в библиотеке имени Пушкина. Он был посвящен 130-летию со дня рождения Алексея Николаевича Толстого. Юлия Шут всегда с удовольствием перечитывает историческую литературу, в которой отражена жизнь нашей страны. Такой вечер для Юлии Шут и ее единомышленников – особый подарок. Это и возможность поностальгировать, и еще раз самой себе напомнить о творчестве русского писателя Алексея Толстого. Лауреата трех сталинских премий. Очень много мы читали художественной литературы, всех классиков читали. И у него очень много произведений, которые я большинство читала, не считая мелких рассказов. Стихи у него хорошие, но наиболее крупные – это, конечно, хождение по мукам. Потом такие рассказы, по которым фильмы были поставлены, как «Гадюка», «Гиперболоид инженера» Гарина. В свое время пьесы Толстого шли во многих театрах. Уже в советское время он написал одну из лучших своих повестей – «Похождение Невзорова» или «Ибикус». Фантастический роман «Элита». Толстой считал, что без фантастики художнику жить скучно. Литературно-музыкальная композиция стала рассказом не только о жизни Алексея Николаевича, но о знаменитом роде Толстых. На вечере фрагменты прозы перемежались с известными стихами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало. И ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Если старшему поколению еще знакомо творчество Толстых, то вот молодежь сегодня читает гораздо меньше. Хотя в школьной программе нет произведений Алексея Николаевича и Алексея Константиновича, даже о творчестве Льва Толстого многие подростки имеют смутное представление. Ну и читала какие-то книги, рассказы даже в школе, но не помню авторов. Такие вечера должны сблизить два поколения, и в душе молодых загорится искорка желания узнать, например, о Софье Андреевне Бехметьевой Миллер, присутствие которой во время эпидемии спасло Алексея Константиновича и многом другом. Мне понравилось, хорошо рассказывают, поют, интересно о том, как он жил, о том, где он учился, на ком он был женат. Интересный вечер. Хоть прочитать-то что-то захотелось после этого? Ну да, конечно. Милана Поварницына, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.